Кашель. Когда он появляется, хочется сделать все возможное, чтобы скорее от него избавиться. Ведь так бесит, когда приступ начинается по дороге на работу или ночью, когда спишь. Но как вылечить кашель? Вот тут возникает проблема. Оказывается, многие из нас допускают массу преступлений при лечении кашля. Например, одни принимают несколько препаратов от кашля и при этом рискуют заболеть пневмонией. Другие пьют таблетки от кашля, и у них может развиться рак пищевода. Как такое может быть и как правильно лечить кашель? Разберемся в этом очередном выпуске нашего сериала «Преступление против своего здоровья». А вы проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки и преступления при лечении кашля? Поехали! Анастасия Смотрова, врач-пульмонолог. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня с вами тема ошибки, которые люди допускают, когда пытаются избавиться от кашля. Какие ошибки вообще мы можем перечислить и сложить в эту клетку, чтобы поймать опасных преступников? На самом деле кашель – это не всегда инфекционное заболевание, потому что кашлевые рецепторы есть в носу, в околоносовых пазухах, в глотке, в гортане, в трахее, в бронхах, в плевре, которая покрывает лёгкие. Также она есть в слуховом проходе, в истахивой трубе, в перикарде, в диафрагме, в пищеводе, в желудке. На стопах нет, случайно? Нет, на стопах нет. А то уже как будто бы везде есть. Нет, ну во многих органах они есть, поэтому процессы, которые происходят в этих органах, они могут вызвать кашель. Многие думают, что кашель – это обязательно инфекционное заболевание, поэтому идут в аптеку и покупают таблетки от кашля. Но это ошибка, потому что не каждый кашель – это инфекционное заболевание. Кашля может быть вызван и другими заболеваниями, поэтому таблетки покупать не нужно. Нужно разбираться в причинах кашля. Из-за количества кашлевых рецепторов получается, что заболевания тех органов, где есть кашлевые рецепторы, и могут, наверное, этот кашель вызывать? Да, безусловно. Некоторые из них встречаются чаще, другие – реже. Из частых причин могу назвать синуситы или воспаление других органов. Содержимое около носовых пазов стекает по задней стенке глотки и провоцирует кашлевые рецепторы на кашель. Эти заболевания могут быть очень опасны. Лечить их необходимо, потому что если не лечить синусит, он может привести к тому, что разрушатся кости, которые покрывают около носовые пазухи. Может развиться менингит – это воспаление оболочек мозга и даже сепсис. Таблетки от кашля здесь не помогут. А какие ещё распространённые заболевания могут вызывать кашель? Ещё одна распространённая причина кашля – это гастроэзофагальная рефлексная болезнь. То есть это связано с желудком? Да, это связано с желудком. Когда сфинклер, который расположен между желудком и пищеводом, работает неэффективно. И тогда кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, раздражает кашлевые рецепторы, которые в нём находятся, и возникает кашель. Давайте представим, что вот это пищевод. Вот это? Вот это пищевод. Да. И что происходит при гастроэзофагальной болезни? Видите? А, но содержимое желудка по пищеводу поднимается и обжигает пищевод. Да, поднимается по пищеводу и обжигает его. Часто бывает, что кашель – это единственный симптом гастроэзофагальной рефлексной болезни, и не обращать на это внимание очень опасно. Потому что герб может привести к воспалению, язвам и даже раку пищевода. Друзья, сначала разбирайтесь в причинах кашля, а уже потом принимайте те препараты, которые вам назначат врач. А эти таблетки от кашля – это наш первый преступник, и мы кладём его в клетку. А вот я в детстве лечила кашель вот так вот, дышала бы с картошкой, полотенцем, закрывалась и пледиком. Мне мама говорила, что вот это вот отличный способ для избавления от кашля. Так, можно лечить кашель? Нет, вот это настоящее преступление. Потому что если кашель вызовет бактериальные инфекции, то горячий воздух будет способствовать её размножению. Мало того, вдыхание горячего пара может привести к отёку и ожогам дыхательных путей и непоправимым последствиям. Итак, друзья, дышать над картошкой, если у вас кашель, это значит совершать преступление против своего здоровья. Поэтому картошку сварили, поели, а лечить кашель нужно специальными средствами, которыми вам назначит врач. Преступник Пойман. Какое-то третье преступление совершают люди при лечении кашля? Ещё одно преступление при лечении кашля – это одновременный приём препаратов, подавляющих кашель и препаратов, разжижающих мокротов. Представим, что это бронх, стаканчик, и в нём мокрота. Вот такая густая, вязкая, её очень тяжело откашлять. Когда мы принимаем препараты, разжижающие мокроту, она становится жидкой, и бронхам очень легко от неё избавиться. Что же происходит, когда мы принимаем препараты, подавляющие кашель? Мокрота не может выйти из бронхов, но её становится очень много, потому что мы приняли препарат, который её разжижает. Она остаётся в бронхах и опускается ниже, и это может привести к развитию пневмонии. Третье преступление, которое мы совершаем при лечении кашля – это одновременный приём препаратов, которые разжижают мокроту, и препаратов, которые подавляют кашель. Это может привести к пневмонии, поэтому этих преступников мы одновременно, вместе, парой кладём в клетку. Преступник пойма. Что ещё мы делаем неправильно? Ещё одна ошибка – это подавлять кашель. Ведь что такое кашель? Кашель – это механизм очистки дыхательных путей от скопившихся в ней мокротных, содержащих бальзонетворные бактерии. Вот так это происходит. Что же происходит, когда люди подавляют кашель? Мокрота из бронхов не удаляется и накапливается в ней. Таким образом происходит инфицирование более низких отделов дыхательных путей, где возникает заболевание, может развиться даже пневмония. Наш кашель, который мы подавляем, мы кладём в клетку, потому что это тоже преступление против своего здоровья. Анастасия, есть ещё какие-то ошибки или уж всё может быть? А про остальные ошибки я расскажу вам на своём приёме. Хорошо, спасибо вам большое. Будьте здоровы, мне кажется. Берегите себя, любите себя и свой гордый случай. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова